Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений и в этом видеоролике я расскажу вам как делегировать, то есть застейкать токены SankBird, то есть SGB токен. Делегировать мы будем через два способа. Первый будет Metamask, а второй через кошелек Bifrost. Давайте начнем с Metamask, потому что он у многих есть и это будет проще. Открываем кошелек Metamask, разблокируем его. Давайте для удобства расширим его. И для того, чтобы пользоваться токенами SGB на кошельке Metamask, нужно добавить соответствующую сеть. Как это сделать, сейчас покажу. Значит смотрите, заходим в раздел сети и нажимаем пользовательский RPC. Далее нам нужно добавить все то, что видите на экране слева. Я это оставлю в описании или в закрепленном комментарии. Просто перекопируем, в конце не должно быть никаких пробелов. Он у меня копируется с пробелом и показывает, что неправильно. Убираем пробел и все сразу правильно. Давайте вернемся на полный экран. Нажимаем сохранить. И все, сеть SGB добавлена. Теперь вот на этот адрес я пошлю токены SGB. Просто копируйте его и отправляйте оттуда, где у вас находятся токены. Поскольку у меня у самого не было данного токена, я зашел на CoinGecko, глянул где он продается. Битру, окей, закинул сюда немного денег и вот прикупил токенов SGB, чтобы просто записать вам видео. На скопированный адрес с Metamask вывожу все токены SGB. Нужно подтвердить кодом с почты, двойной верификацией с Google. И транзакция совершена. Пишет, что в течение 20-40 минут токены придут на мой кошелек Metamask. Что же остается ждать, как придут, будем продолжать. На самой бирже они заморожены. Вот статус Frozen. Но еще как бы отображаются. В общем, пока на Metamask соответственно тоже они не появились. Вижу, что транзакция прошла успешно на бирже Битру, а на Metamask появились токены. Поэтому двигаемся дальше. Для того, чтобы воспользоваться делегацией токенов, перехожу к следующему сервису. Называется он FTSO. И это у нас будет здесь сам стейкинг происходить. Нам нужно подключить кошелек. Жму Connect Wallet. Подключаю Metamask. И выбираю аккаунт, где у меня токены. Жму подключиться. Для того, чтобы делегировать токены, нужно сперва обменять обычные токены на обернутые. И делаем обмен. Обмен происходит 1 к 1. 32 отдал, 32 получил. Так как нужно еще немножко на комиссии, буду обертывать 30 штук. Вот видите, небольшая комиссия здесь присутствует. 0,0556 SGB. Поэтому все как бы не выбирайте, иначе не получится. Обертываем токены. Нажимаем в RAP. В Metamask подписываем все это. Нажимаем подтвердить. Транзакция подписана. Все хорошо. Видим комплит. И переходим в следующую вкладку. Delegate. Здесь мы видим, что у нас есть 30 обернутых токенов на балансе. И что нету никаких делегационных сделок. Для того, чтобы их сделать, нажимаем Begin. Далее нам нужно выбрать, куда мы будем делегировать свои токены. Все это нужно распределить немножко. Здесь предлагается по 20%. Давайте распределим это. Попробуем другим образом. Вот выберем просто разные места, куда делегируем токены. Какие лучше, какие хуже, я не знаю. Просто вот пополам делим в два места. И нажимаем Confirm. Здесь нас спрашивают, что уверены ли мы в том, что делегировать хотим. Вот в эти места. Жмем Да. Галочку ставим. И нажимаем Делегировать. Далее нужно подписать транзакцию на MetaMask. Жмем Подтвердить. Происходит подпись транзакций. Одна прошла. Нужно подписать вторую. Жмем Подтвердить. Вот и прошла вторая. Все. Вы делегировали свои токены. Спасибо за помощь комьюнити и делегацию токенов. Назад на старт. Все. На данной странице мы теперь видим, что у нас также имеется на балансе 30 обернутых токенов. Но при этом у нас теперь появились делегации. И мы можем их наблюдать здесь, на этой странице. Соответственно, если перейти во вкладку Награды, то у меня еще никаких наград нет. Только заделегировал. О чем тут может быть речь. Все это требует времени. Если вы хотите разделегировать и получить токены назад, то жмете просто Undelegate и подтверждаете это все. Таким образом токены вернутся к вам на Metamask. Метамаск жмем подтвердить и дожидаемся, пока будет подписана транзакция. Все. Смотрим на Metamask. Здесь у нас 1.7 SGB, потому что токены находятся у нас здесь. Возвращаемся в обертывалку. Меняем местами токены. И вот жму, что 30 токенов хочу вернуть назад. Развернуть. Развертываем, платим снова небольшую комиссию. Подписываем сделку в Metamask и жмем подтвердить. Транзакция подтверждена. Теперь если зайти в Metamask, мы видим, что токены вернулись на место. Таким образом мы только что делегировали наши токены, вернули их назад. Никаких наград естественно не успели получить. И для всего этого нам пришлось их обернуть сперва, а потом развернуть. Ничего сложного. Что ж, давайте рассмотрим второй способ через кошелек Bifrost. Для этого нам его нужно скачать с Google Play Market или App Store. Приложение скачано. Открываем, попадаем на главный экран и нажимаем создать кошелек. Соглашаемся с их политикой. Подтверждаем, что нам все понятно по восстановлению кошелька. Ставим галочку и нажимаем кнопку снизу. Далее на экран выводится 12 слов, которые нужно записать, нигде не показывать, на компьютере не хранить. В общем это seed фраза, которая поможет вам восстановить кошелек в случае, если вы потеряете телефон или удалите приложение и снова захотите зайти в свой аккаунт. Жмем далее. И в том же порядке, что нам выдали слова, нужно вбить теперь их здесь, чтобы подтвердить, что мы записали эту фразу. После того, как все вбили, видим, что все верно, нажимаем кнопку снизу. Нас просят задать пин-код, затем нужно его подтвердить еще раз. И спрашивают, включить ли биометрику или пропустить этот шаг. Регистрация завершена, мы на странице кошелька, но здесь ничего нету. Нам теперь нужно завести сюда токены SGB, чтобы застейкать. Для этого нажимаем на кнопку снизу, которая находится по центру. И нажимаем получить. Выбираем токен, который желаем получить. В нашем случае это токен SGB. И на данный адрес нам нужно отправить токены, чтобы они появились на данном кошельке. Поскольку я буду отправлять с MetaMask, я его просто скопирую. Теперь в самом MetaMask жму кнопку отправить. Вставляю только что скопированный адрес, куда будем отправлять токены. И нужно выбрать, сколько мы будем отправлять. У меня чуть меньше 32 токенов. Отправлю 31, чтобы хватило еще на комиссии. Жму кнопку далее. Подтверждаю транзакцию. Все, токены ушли. Нажимаем дважды на стрелку и возвращаемся назад. На главном экране появились токены, теперь нужно их также обернуть, чтобы делегировать. Нажимаем на токен, затем на троеточие. Далее на кнопку wrap. И не оборачиваем все, чтобы чуть-чуть осталось на комиссию. Если у меня 29,4, значит я оборачиваю 29. И подтверждаем на кнопку continue. Confirm. Подтверждаем пин-кодом. Все, транзакция прошла успешно. Прямо тут же можно нажать сразу троеточие и нажать кнопку delegate. Видим на экране статистику, что у нас 29 токенов, а в делегации 0. Ну и собственно награды тоже 0. Давайте нажмем add delegation и выберем куда будем делегировать. Распределим также на две части по 50%. Нажимаем кнопку continue. Снова подтверждаем. Подписали транзакцию. Теперь нужно выбрать второе место, куда будем делегировать. В этом случае уже осталась половина токенов, поэтому нажимаем по максималке сюда закинуть. И подтверждаем. Подписываем. Пин-код. Транзакция подписана. Закрываем. И мы видим, что токенов у нас теперь 29. Делегировано 29. И вознаграждений еще никаких у нас нету, потому что прошло мало времени. Давайте вернемся на главный экран. Предположим, что мы зашли со временем и хотим все это вернуть назад. Нажимаем на токены. Троеточие. И delegate. Здесь, чтобы вернуть токены назад, надо нажать снова на три точки. Это если мы хотим забрать токены из делегации. Но если мы хотим забрать свои награды, то нажимаем на claim rewards, когда награда будет доступна. Сейчас я показываю, как забрать токены из делегации. Нажимаем троеточие. Нажимаем undelegate all. И подписываем. Подтверждаем пин-кодом. Закрываем. И видим, что делегация отменена. Прямо тут же можно развернуть наши токены назад, нажав на троеточие. И далее нажав unwrap. Нажимаем максимальное значение. Подтверждаем кнопкой снизу. Confirm. Пин-код. Все. Все прошло успешно. Возвращаемся на главный экран. Видим, что в делегации токенов нет, обернутых токенов нет. Данные токены можно теперь отправить на MetaMask или еще куда-нибудь. Кому что нужно. Для их отправки нужно нажать на сами токены. Затем на кнопку Send. Указать количество токенов, которые будете отправлять. Нажать Confirm. И указать адрес, куда хотите отправить. Ну и собственно подтвердить далее пин-кодом. А на этом у меня все. И если видео вам было полезным, то ставьте обязательно лайк, пишите комменты и подписывайтесь на канал. А для самых отважных, на всякий случай оставлю адрес кошелька Санкберда в описании под видео. Так как делегировать мне, к сожалению, нечего. Сам airdrop я пропустил. И конечно же мне очень обидно, что такое видео сделал, а делегировать самому нечего. До скорых встреч, дорогие друзья. Вы были на канале Путь Богача. И если нам с вами по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех. Продолжение следует...